Глава фонда Федерации, друг Владимира Путина, никаких денег на благотворительном концерте в Петербурге не собирали. Громкий скандал последних дней сегодня получил неожиданное продолжение. Разгорелся он, напомним, после открытого письма матери больной девочки. Она утверждала, что ни рубля из собранных на концерте средств не дошли ни до больницы, ни до детей. Тем не менее, по словам зрителей концерта, посидеть за одним столом с предложенными на вечер знаменитостями стоило миллион долларов. Ну а из звезд в Петербург приехали, например, Микки Рурк, Шерон Стоун и другие звезды. Выяснить все подробности этого благотворительного концерта удалось нашим коллегам Антону Жилнову и Денису Катаеву. Они целый день сегодня проводили мини-расследование. Вот что они выяснили. Антон, добрый вечер всем. Я напомню, что ужин с участием этого суперзвездного состава проходил 10 декабря прошлого года. И на нем действительно присутствовало рекордное количество, во-первых, российских чиновников, включая губернатора Валентина Матвиенко, полпреда президента в Северном федеральном округе Илью Клебанова. Ну и, конечно, премьера министра Владимира Путина, который спел несколько песен. Помимо них присутствовали, вот как уже упомянули, Микки Рурко, Ален Делон, Моника Белуччи, Ди Пардье, Арнелла Мутти. Никому из них, как заявляют в благотворительном фонде Федерации, гонораров не платили. То есть фонд Федерации денег не перечислял и деньги не принимал. Он лишь стимулировал благотворительность, разложив перед каждым гостем конверт. В этом конверте было пожелание какого-то конкретного ребенка, либо его родителя, либо какая-то конкретная организация, то бишь больница, указывала, в чем она нуждается. Нехватка какого оборудования или каких медикаментов нужна. И, соответственно, человек вот с этим конвертом, который он, как рассказали нам в фонде Федерации, брал, безусловно, все конверты были разобраны, он уже потом адресно работал с учреждениями и с конкретными детьми, приезжая к ним, навещая их дома, навещая их в больницах. Фонд лишь помогал устроить вот эту вот коммуникацию, то есть работал таким, по сути, агентом и службой по наведению мостов между звездами и больными детьми и учреждениями. На входных билетах, вот о чем Миша-то сказал вначале, тоже, как утверждают в фондах, никто не зарабатывал, то есть цифры там миллион долларов или там пять тысяч евро, разные совершенно суммы мелькали. Все это назвали нам в фонде блефом, что никаких заработков не было. Я спросил, а за счет чего же организовали это мероприятие, если у фонда нет своего капитала, если фонд никто ничего не перечисляет, при этом огромная рекламная кампания в городе, за практически три недели собирают такое огромное мероприятие с участием первых лиц и мировых звезд. Нам сказали, помогли Аэрофлот, помогли российские железные дороги. Сайт Фонтанкару в декабре указывал, что одними из таких соучастников, соинвесторов были компания Согаз и Ростелеком. И тут, конечно, интересно, кто стоит за таким могущественным продвинутым фондом, который умудряется сделать мероприятие за считанные сроки с большой рекламной кампанией без бюджета. И вот об этом расскажет мой коллега Денис, потому что он как раз сегодня собирал информацию о руководителе фонда Федерации. Да, добрый вечер. За фондом Федерации стоит Владимир Владимирович. Но не Путин, как вы могли подумать, а Киселев. Владимир Киселев, известный человек в Петербурге и в Москве, начинал он свою деятельность. Приехал он с Западной Украины в Петербург, там он стал художественным руководителем ансамбля «Земляне», «Трава у дома» и знаменитая песня. И 10 лет он там трудился, но потом ушел в бизнес после перестройки, связался даже с бизнесменом Александром Малышевым, которого потом судили. И в политику он пиарил «Наш Дом России» и предвыборный штаб Анатолия Собчака, который, кстати, возглавлял Владимир Путин. В 98-м он перебрался в Москву, вместе с Осипом Кобзоном и Лужковым организовал множество концертов, в том числе Хулио Глэсси, Стиви Вандер, Дип Пёрпл и многих других. И, собственно говоря, после этого перешел в 2000-м году уже в ведомство Владимира Кожина, главы управ делами президента, где возглавил загадочную организацию под названием «Кремль», она так и называется, которая тоже занимается организацией концертов таких знаменитостей, в частности, вот в Пласида Доминго. Ему же принадлежит открытие катка у Кремля, его рук дело. Собственно говоря, самый главный, наверное, примечательный факт его биографии – это дружба с Владимиром Владимировичем Путиным. Многие говорят, что это его одноклассник и хороший знакомый до сих пор. Так вот, косвенно это подтверждает вот какой факт. Вспомним, я уже говорил об этом, Владимир Киселёв был художественным руководителем ансамбля «Земляне», пел песню «Трава у дома». И эту же песню спел Владимир Путин на том самом концерте, о котором мы говорим. Давайте послушаем. И снится нам не рога космодрома, Не эта ледяная синева. И спасится нам рога космодрома. Это вот уже Путин выступает с той же самой песней. А перед этим был, собственно говоря, Владимир Киселёв. Но минус 20 лет. Минус 20 лет, да. И вот, собственно говоря, понятно, почему прозвучала эта песня. Наверняка Владимир Путин воспользовался дарованием своего друга. Так вот... А может быть, просто его друг воспользовался тем, чтобы разместить свою песню и вложить её в уста всех звёзд? Может быть, всё-таки было дешевле всего просто, знаете, использовать песню своего друга. Но, кстати, нам удалось всё-таки связаться с бывшим солистом группы «Земляне», ныне другом Путина, а ныне главой благотворительного фонда «Федерация». И он отрицает свою дружбу с Владимиром Владимировичем. И говорит о том, что вот эта вся шумиха – это такая вот, наверное, информационная война против него. И всё это неправда. Давайте послушаем, что он говорит. Очень хотелось бы узнать, что украли. Скажите мне того человека, который переслал 24 копейки фонда. Где 24 копейки? Зина, где деньги? Что украдено? Где деньги, которые украдены? Развозилось всё. Мои артисты, мои директора работали бесплатно. Развозилось всё в госпитале с Делоном, Депардерной, Ламуте и так далее. После, после уже балла. Знакомы ли вы с Путиным? Я же ответил. Бред сивый кобыл. То есть вы с ним не знакомы? Может, в трамваи ездили или в автобусах ездили. Город маленький, Ленинград. Ну вот хоть он и утверждает то, что с Путиным не знаком, Антон сейчас расскажет. Да, но вот здесь есть интересная подробность. Мы связались сегодня с Песковым, Дмитрием Песковым, который пресс-секретарь Владимира Путина. Во-первых, он сказал, что условие участия было таким, это важно. Путин участвует и стимулирует тем самым звёзд и потенциальных спонсоров на меценатство, на финансирование нескольких больниц. Путин называлось «Число 3». То есть Путин участвовал в этом проекте с гарантией, что три больницы после этого мероприятия будут обеспечены. И вот он нам, собственно, в этом интервью, которое мы сейчас услышим, это и подтвердил. И при этом, собственно, Песков не стал отрицать знакомство Киселева с Путиным. Давайте послушаем. Вы говорили о том, что Путин не знал, с каким благотворительным фондом он связывался в тот момент. И что он не обязан знать каждый благотворительный фонд. Но как это возможно, если Владимир Киселёв одноклассник Владимира Путина и, в общем, человек достаточно... Они действительно знакомы. Они действительно знакомы. Вместе с тем, в деталях абсолютно, скажем так, мы, естественно, когда, понимаете, когда Путин принимает участие, мы участвовали в мероприятиях, ещё собираемся участвовать в мероприятиях фонда «Подари жизнь». Да, весьма уважаемого анализа. Вот это не значит, что перед тем, как прийти, мы досконально роемся, скажем так, во всех делах, во всех бухгалтериях. Он давал распоряжение выяснить, оправданно он участвовал или неоправданно. И изначально, собственно, что ему докладывалось? Да, что если вы будете, то поможет нам три больницы полностью на 100% закрыть их потребности. Он распорядился, естественно, проверить, как это принято. И когда мы узнали, что спонтеры работают, что в данном случае мы абсолютно вопросов не имеем. Всё остальное, это уже, скажем так, такая риторика общественная, на которую, безусловно, безусловно, фонды можно ответить. Да, но вот при этом всё равно любопытный факт, что Киселёв утверждает, что все звёзды работали бесплатно. Мы связались ещё с несколькими экспертами в этой области. Например, Надежда Соловьёва, которая возглавляет САП «Энтертеймент», крупнейшую организацию по организации концертов. Она сказала, что такого не бывает, что в 99% случаев звёздам платятся хорошие гонорары. И они участвуют в благотворительности, но они за это получают деньги, просто организаторы потом эти расходы перекрывают, которые они, соответственно, заплатили этим звёздам. И второе, например, история с Чулпан Хаматовой, которая несколько месяцев назад тоже пыталась выйти со своим фондом «Подари жизнь» на Шерон Стоун и на Кевина Костнера. И там, как говорила, собственно, Чулпан Хаматова в интервью «Фонтанки.ру», совершенно баснословный гонорар выставлялись за это. И Чулпан тоже не верит, что история с Киселёвым могла быть такой бесплатной и, так самое главное, быстро сработанной. Потому что это важная деталь, что о концерте узнали совсем незадолго до его проведения. Но, тем не менее, вопреки этому, всё-таки есть точка зрения, что действительно, вполне возможно, всё произошло бесплатно, и звёзд пригласили. Но, опять же, не без использования личного ресурса и знакомств. Поговаривают о том, что могли обратиться к Наоме Кэмпбелл, который, в свою очередь, является сейчас спутницей другого известного бизнесмена Владислава Доронина, который с ней очень тесно общается. И его могли бы попросить поспособствовать тому, чтобы Наоме Кэмпбелл... В рамках социальной ответственности. В рамках социальной ответственности бизнеса. Чтобы... То есть попросили Доронина, который, в свою очередь, сказал, ну, Наоме, ну, не всё же нам ходить с тобой по банкетам и светским вечеринкам, давай и пользу России принесём. Я думаю, Наоме пошла на это, позвала своей Шарон Стоун, Микки Рурка. Микки Рурк вообще славится любовью к России, может быть, и просто так действительно приехал. То есть, можно сказать, что не всё... Нет, безусловно, всё известно, деньги. Но либо задействован ресурс административный... Давайте вот подведём... И промежуточные итоги. То есть, мы точно знаем, что не всё они оплачивали сами. То есть, может быть, гонорара за участие в вечер они не получили, но точно им был оплачен перелёт. Проживание. Проживание, это мы знаем не точно. Точно нет. Владимир Киселёв утверждает, что Арнелла Мути прилетела за свои собственные деньги. И кроме того, что Арнелла... Но что-то у вас с Аэрофлотом и с РЖД упоминалось. Видимо, Аэрофлот всё-таки отвечает за какие-то... За перевозку. Аэрофлотом и РЖД доставило уже по другим детским домам, по центральной России. Они же потом, после этого благотворительного вечера, насколько я понял, они перенещались ещё... Да, Владимир Киселёв ещё в разговоре с вами сетовал на то, что никто не освещал то, что он и его компания возили Шерон Стоун и Арнелла Мути по стране. Два месяца до и несколько недель после. Да, безусловно. Собственно говоря, сами эти звёзды, которые приезжали, они сами даже платили какие-то деньги, может быть, дарили подарки. То есть, с их стороны, наверняка, может быть, кто-то и ехал за деньги, но кто-то наверняка ехал всё-таки бесплатно. И последнее, что ещё хочется отметить. Я правильно понимаю, что вот, хотя Киселёв и сказал в телефонном разговоре, что он не знаком с Путиным и не является его другом, хотя в трамвае и встречались, но Дмитрий Песков придерживается иной точки зрения. Кроме того, Дмитрий Песков не опроверг информацию о том, что они одноклассники. Он не подтвердил, но и не опроверг. Я два раза его спрашивал об этом. Он сказал, да, они хорошо знакомы. Хорошо знакомы, это как минимум ни в одном трамвае ездят. В этой связи можно, наверное, сказать, что у Владимира Путина и в шоу-бизнесе появились свои люди. То есть, братья Роттенберги, Тимченко, Ковальчуки, и вот теперь вот мы знаем не понаслышке у Владимира Киселя. Ну и Леонардо Ди Каприо теперь настоящий мужик. Действительно, конечно, благотворительного концерта. И Владислав Доронин. В общем, кольцо замкнулось, потому что мы помним, что, вот я почему-то помню, что Владислав Доронин дружит с Леонардо Ди Каприо. Конечно. Потому что они вместе с Новым Кэмпбелл как-то отдыхали на одной яхте. Да, 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 да. На саду Граджии появлялись. И после чего Леонардо Ди Каприо стал мужиком и приехал в Питер. На форум «Защиту тигров». Да, да, да. После чего вход Путина в шоу-бизнес, вот в такой голливудский уже, начался, мне кажется. Это было символично. Кольцо замкнулось. Теперь станет супергероем. А «Властелин кольца» пока молчит и сам комментариев не дает. Ну, думаю, что в ближайшее время мы узнаем все-таки конкретные адреса больниц, которые получат помощь. И будем следить за развитием этих событий. Смотрите в базовом пакете НТВ Блюз, Континент ТВ, в ваших айфон и айпад и на сайте tvrain.ru